Скажите, ну вы, допустим, время-то все-таки телевизор смотреть у вас есть? Телевизор я смотрю каждый день. Да? Скажите, как вы относитесь к тому, что актеры, ну звезды, скажем так, то есть актеры вашего масштаба снимаются в рекламе? Да. Мне стыдновато, потому что на еду деньги они зарабатывают хорошо, а рекламу уж отдали бы актерам послабее, которым нужно содержать семью, и они не снимаются в кино. Ну, это мое мнение. Хотя, скажут, а как же на Западе, там, Аля Белон, там, ну, бог с ним, почему все должны на Западе? Ну, когда показывают артиста или артистку, которая там что-то показывает, какие-то там колготки или еще там что-то такое, а потом играет в театр, приходит, видит ее, она играет центральную роль, положительную там. Ну, может быть, у меня старая школа, но, во всяком случае, это воздействует на зрителя отрицательно. Ну, разные вообще есть мнения на этот счет, потому что, вот смотрите. А я не настаиваю, что я прав. Нет, нет, вот ваш молодой коллега. Давайте я вам даже так скажу, я вам так скажу, что, ну, наверное, если не первому, то в первых рядах я получил приглашение сниматься в рекламе еще лет 20 назад. В рекламе чего? Я уж не помню, чего. Ну, даже не я, а моя семья сразу. Не надо, говорит, не надо. Отказались сразу, и я сказал, нет, я не буду. Единственный раз я снимался в рекламе, потому что надо было, и эта реклама у меня есть, если кто не поверит, и сказать, ну, вот он придумает, и она у меня есть. Я ее могу показать, если надо. Это была реклама Курасавы, когда ему нужны были деньги. И он приехал и снимал рекламу, хотя он готовился снимать фильм у нас здесь второй, и я был приглашен в этот фильм, и композитор Шварц еще был, и есть люди, которые это хорошо знают и помнят. И вот заодно он снимал, вернее, его снимали, реклама там одного напитка, будем так говорить. Да ладно, вы можете сказать. Вот, Сантори Виски. Сантори Виски. И потом, когда к нам подошли, к Шварцу и ко мне, и сказали, вот мы хотим заплатить за это. Мы даже возмутились, потому что мы знали, что это для Курасавы очень важно. И лично я обязан ему очень многим, очень многим. Также и Шварц. И поэтому мы с ним сказали ни в коем случае. А чем обязаны? Ну, лично я о себе сказал. Да, конечно. Тем, что он в меня поверил. И ведь Дарсул Зала, он получил мировое признание. Ну да. Поэтому. Оскар. Не снимаясь в Голливуде, в общем, каким-то образом меня где-то кто-то узнает и по сегодняшней день. Ну, где-то кто-то прям там спромничает. Театральные, кино, деятели. Это само собой знает. Курасава – это качество. Качество товара. Помните, раньше было у нас? Да. Качество товара. Вот это качество товара. И, конечно, он меня вывел на международный экран. И были приглашения и после. В той же Японии, в той же Болгарии. И как режиссер он меня прорекламировал так, что я впервые как режиссер поставил спектакль в Болгарии. А, то есть подачи Курасавы? Подачи Курасавы. Это было, по-моему, где-то в 79-м году. Вот так, в 78-м, 79-м году. Поэтому, как я не могу о нем сказать. А потом у меня есть еще вещественное доказательство – его картина, которую он мне подарил к дню рождения. Где она у вас? На даче? Нет, она у меня в кабинете. В кабинете, да? Да. Поэтому он ведь закончил Академию художеств и был хорошим художником. И поэтому вот эту картину, когда мы снимали, я еще… Он только меня… Мы три месяца проработали, и он мне на день рождения вот приготовил такой подарок. Я очень благодарен. И это самая дорогая вещь, какая у меня есть. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.